Ну как вам моя новая высокоэтажная квартира у водопадов? Интересно, сколько вот в реальности стоила бы квартира вот на таком водопаде? Какого-то есть примера? Я хочу скинуть Евгену примерную стоимость, чтобы Евген приценился и знал, к чему ему стремиться. Нет, слушай, здесь рядом, наверное, не будет пятерочки и магнита, потому что... Ну, я не знаю, никто сюда не пойдет, так что... Так что вот, да, без пятерочки и магнита жизни нет. Нет, как же жить без скидок акций до 90%, которых тоже нет. Ладно, я решил к Гермесу зайти, если это Гермес. Это Гермес? Нет, это какой-то рандомный. Это единственный кузнец, которого я тут нашел. И я подумал, что это будет Гермес, но это какой-то просто хмырь непонятный. В общем, это вообще неинтересно. Мы сейчас пойдем... Мы пойдем делать задание. Прикинь, задание называется темная лошадка, те за нее дают темную лошадку в награду. Круто, да? Но я не пойду к Персифоне, я уверен, это... Есть подвох, должен быть подвох в этом. Так что я пойду к Гекате. Инок, давай, мы сможем доплыть до берега, малыш. Прикол в том, что он плывет туда, куда мне надо. Эээ, так. Я только что осознал, что я смотрю на Юпитер. У вас, у вас тут красиво, конечно, вы иллюзиями. Не, вот художники в Юбисофт. Что не говорю, можете хейтить игры от Юбисофт, но вот это можно ставить на рабочий стол. То есть, насколько все хорошо. Я представляю же, кто-то такой скринит. Я скачу и кто-то кричит в монитор. Евген, едь ровно, я скриню. Слушай, в этом что-то есть. Классно вообще, что конь не пропадает, а плывет к какому-то берегу. То есть, не, не, слушай, в этом есть прикол. Вот если я отвернусь. Он все равно плывет, он не исчезает. Не знаю, зачем я это вообще проверяю, но мне интересно стало. И? Я жду. В промокшей до нитки он стоял и смотрел, как воды Эридана уносят обломки его лодки. Отдала бы свой острейший кинжал, чтобы посмотреть, как он пытался покинуть Элизию на Филуке. Ты навещала на днях мою мать? Передала ей поцелуй? Какая Филука? Диметра шлет тебе привет. Что ж, пора возвращаться. Элизию нужна царица. Приглядывай за мной. Я чувствую, что-то случится. Слушай, они стали симпатичны и наконец-то персонажей сделали, ну, интереснее на вид. Скажите, что они крутые. Я уж думала, не дождусь. Если хочешь лишить Персифона власти над вратами в царство мертвых, нельзя терять время. Я... Неужели ты думала, что никто не узнает о вашем сговоре с главным красавчиком Элизия, Адонисом? Понятно, чего не отпускают, потому что главный красавчик. К сожалению, никому не удастся пройти через врата царства мертвых без разрешения Персифоны. А она его не дает. Никогда. Персифон тупо не дает. Я богиня перекрестков и ключей. И запертые двери для меня ничто. Значит, ты поможешь мне пройти через врата? Скажем так, я помогу тебе обхитрить Персифона. Подруга Персифона, ты играешь со мной? Слушай, она мне... Как-то она очень быстро переключается между нами. Я и что-то сомневаюсь. Ты не ответила. Я не прошу слепо доверять мне. У нас одна цель. Смотри. На кого она похожа? Это ключ открывает дверь в тайное святилище Персифон. Это просто мешок. Это мешок. Слушай, ну в нем может быть ключ. Ладно. Мне кажется ли, это Дейенерис на максималках такая прокачанная? Повыше, более статная. То есть... Я один чувствую некий аромат Дейенериса. Там она хранит то, что для нее дороже всего. Прячет от мужа. Среди ее сокровищ ты найдешь дневник. Ее муж есть? Там есть сведения о вратах, которые ты ищешь. Скорее принеси мне его. Я найду дневник. Чем скорее ты принесешь его, тем скорее сможешь покинуть Элизи. Поторопись. Так, хорошо. А еще поговорить? Там принеси мне дневник от святилища Персифона. Скорей. Так, ясно. Но у меня есть задание с Персифоной. Слушай, а как это работает тогда? Смотри, темная лошадка и неожиданно и свежо. Найдите святилище Персифона. Я просто не совсем понимаю. Ну ладно. А, нет, это все-таки. Стой, стой, стой. Это разные места. Вот, я... Что называется, немножко тупанул. Или тупанул. Так что вот. Я наверх вначале залезу, потом пойду в твои святилища-худнища. А у вас тут красиво, ничего не скажешь. И такой шатер, и деревья. Я бы там погулял. Вот если бы такие парки построили в Смоленске. Но их не построят. Потому что, я не знаю. Мне кажется, это недорого возвести что-то подобное в городе. Ну, колонны разве что, наверное. Наверное, колонны все-таки дороговаты будут. Слушай, я не знаю. Но у вас тут симпатично. Еще такой шпиль классный торчит. Такой современный. Вот, чья-то нога. Кто ногу потерял? Где владелец? Просто низкополигональная нога. Я помню, в айтипедии на его обзоре был просто жопа статуя. Из самого начала игры. Я удивился, что он не писюн статуи поставил, а именно жопа. А, другой чувак там писюн поставил. По-моему, бесполезный бес. Так, подземный ход гея. А зачем мне этот подземный ход? Я не хочу в подземный ход. Я хочу по-нормальному. В лобовую. Так, значит, в подземелье все-таки нам надо. Ну, давай. Я думал, она где-то наверху в храме сидит. А она, походу, там, где затоплит. Опа. И вот тут ты понимаешь, что то, что ты можешь с любой высоты прыгать, это все-таки хорошо. Классические казематы. Ничего нового. Слушайте, разра... Что ж так темно? Что ж так темно? Вам самим-то нормально в это играть? Они же тестируют это, но мне хочется верить. Им не темно, нет, когда они в это играют? А, ну ладно, ладно, ладно. Все, я что-то вспылил. Не, нормально, хорошо. Все нормально. Э, да, опять казематы. Зачем? Так, что-то есть. Мы, кстати, нагрудник нашли. Надо будет потом одеться в местную броньку. По приколу. Хотя она такая же, как и любая другая бронька, только местная. Так. Кто-то там мешает. Кто-то там мешает. Знаешь, всю жизнь тебе что-то мешать будет. Так. И где подвох? Опять смерть ваншотом? Интересно, мы в будущем-то играть будем? Мне хочется, чтобы было будущее. Как в... Ну, помните, в том бесплатном... Бесплатном кусочке ДЛЦ. Не поддается. Твою мать, что ж все так сложно-то? А вперед подастся? Нет. Так, опять загадки. Опять загадки, твою мать. Что ты хочешь? Может, вот тут? Не поддается. А просто перелезть, нет? Нет, нельзя. Специально сеточку, блин, повесили. Понимаешь, они знали, что делают. Они решили, что только умный пройдет эти головоломки. Глупый же останется прозябать здесь вечность. Как-то так. Угу. Бери, себя запер. А вот эти две штучки, они одинарные. Так, хорошо. Прогресс. Прогресс налице. Прогресс у меня налице. И мы прошли. Это было не трудно. Время что-то вибрирует. Слушай, тут змеи, что ли? Я ее подводил ключ. И на этот дневник. Эх, ты каземат хэлдер. Слушай, нельзя в шкатулке в каком-нибудь красивом замке держать. Нет, надо в какую-то клапу, в канализацию с черепахами ниндзи и профессором сплинтером засовывать свои дневники. Хотя тут тоже красиво. Типичный задротский такой подвал. Осталось компьютер с консульками занести. В дневнике не хватает страниц. Надеюсь, геката не разозлится. Не ты же их вырвала. Тебе это что? Слушай, мне показалось, у меня телефон вибрирует. У меня просто... Не знаю. У меня раньше родители часто звонили. У меня постоянно... Просто у меня тут вот вибрация, она мне слышится, слушай. У меня глюки вибрационные от смартфона. Почему-то появилась надпись про уничтожение даров Персифоны. А, потому что они рядом. Ну ладно, давайте уничтожим, раз мы как бы здесь. Так, и... Нужно действовать осторожно. А, тут один охранник. Слушай, я его даже не примесил. Не сливаются с фоном. Там еще стоит такой жирненький. Слушай, сейчас я покажу вам мега стелс. Такого еще не делал ни один профессиональный игрок в Assassin's Creed. Здравствуйте. До свидания. А, не до конца добили. Слушай, из-за того, что тревога поднялась, теперь начнется дерьмо, да? Но я был готов к дерьму. Поэтому я готов драться, твари. Я готов сражаться за свою истину. Та-та-та. 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 Давай, давай. О, хорошо. О, давай. Лежь его. В тот момент, когда ты дерешься не просто так, а только суперприемами. То есть я так дерусь по соседям. И вообще, это прикольная идея с врагами, которые у тебя высасывают вот эти, твой адреналин, потому что адреналин дает самые крутые способности. Нет адреналина, нет крутых способностей. Соответственно, ты не можешь носить много урона, соответственно, тебе становится худо. Как-то так. Сейчас я тебя сделаю, чувак. Я без способностей могу. Ох, шейте статуи. А, нет. А, черт. Ну, уклоняться надо на кружочек, а я что-то не на то уклоняюсь, значит. Значит, я не молодец. Иди сюда. Готово, хер, бич. Но это Mortal Kombat по-ассасински. Я там такие же приемы в мартухе видел. Мы так же крутили там комбо, как шаурму на вокзале. Так, момент истины. Раздербанить статую, давай. Бум, бум, сука. Это как в Origins'е, как статуэтки можно было бить. Правда, бить эти статуэтки неинтересно. Вот, уничтожьте мраморную дему. И в чем... Ну, как бы, в чем прикол то, что я уничтожил мраморную дему? Что я с этого имею? Одно очко исследований? Нахрена мне это очко? У меня и так этих очков. Знаешь, сколько у меня этих пар очков? Знаешь, сколько у меня этих? Знаешь, сколько у меня? Я просто постоянно забываю очки. И 3D-шные очки приходится заново покупать. Каждый раз, когда идешь на 3D-кино. Ну, не каждый, но у меня штук 6 уже есть. Представляю, как дневник Персифоны поможет мне открыть врата в царство мертвых. Но вот, держи. Думаю, никак. Она нам не поможет. А вот дневник, принадлежавший замочнику, еще как. И кто это? Догадайся, по названию. Не написано. Часть страниц вырвали. Помолчи, я почитаю. Что ж, это было весьма занимательно. Тебе нужно подорвать ее влияние. Любым способом. Как ты предлагаешь это сделать? Союз с Адонисом хорошее начало. Хотя, на мой взгляд, его действия немного предсказуемы. Со временем он ослабит войско Персифоны. А что с нашим союзом? Какова твоя роль? Я знаю все слабости Персифоны. И укажу на них, когда придет время. Да ты играешь в свою подковерную игру. Я тебе ни разу не верю. Советую поближе познакомиться с ее ручным песиком. Гермес. Научись пользоваться жезлом. Оружие богов то, что нужно на их земле. Хм, ее ручный песик. Вопрос в том, почему Персифон на меня напал, а Гермес со мной потом общался так, как будто он мой лучший друг. Это немного вызывает вопрос. Хотя, судя по древнегреческой мифологии, боги очень любили играть с людьми во всякое разное. Так что, в этом есть логика. Так, ослабьте власть Персифоны в разных регионах. И как это делать? Давайте посмотрим, может карта зажжется. Хотя я так-то понимаю, как. То есть, вот крепость. Мне нужно убить ее главнокомандующего. И, ну, как бы, вот. Заняться этим сейчас или сделать это потом? Просто обычно главный квест в таких DLC-шках, он и проходится за, не знаю, 5 минут. А второстепенные квесты ты потом 33 года проходишь. И тебе уже скучно, потому что ты знаешь, чем все кончится. И, как бы, неинтересно. Так что, давайте попробуем скинуть власть в регионах. Чем я занимаюсь? Я какой-то Навальный. Боже мой, я... Симулятор Навального. Ифигения, принесенная жертва. Ифигения, это почти как Евгений. Вы чувствуете некую тайную связь? Какой-то чувак уже меня запалил. Так, нам нужно просканировать местность, найти все и... И победить. Ослабить регион максимально. Вообще, чем я занимаюсь? Слушай, они просто пытаются тебя как-то загрузить и заставить исследовать регион. Понимаете? Эти ребята, они из Юбисофта. Они хитрые. Ну ладно, меня не проймешь. Я все равно это сделал. Слушай, я фанат. Я безумный фанат. Я знаю, многие меня просили больше уделять внимание сюжету и меньше всяким таким вещам, типа просто зачистки мест. Поэтому я все сделаю компактно. Я имел ввиду вот так. Ура! Здесь, знаете, истуканы проснутся. А давайте их тоже вмажем. Что, ты один, что ли, будешь? Это печально. Это, слушай, это крайне печально. Я думал, мы как-то скооперируемся толпой и я смогу использовать способность по максимуму. У меня там 4 или 5 просто метков этой штуки. Ох ты. Ха-ха, ты умный, да? На самом деле нет. Осталось статую разбить и все будет хорошо. Со всей силы, давай! Касанда, подойди ближе! Что-то по воздуху лупишь. Да, давай! Вообще, это разумно тупить меч о камень? То есть, если ты бьешь мечом о камень, меч тупится и становится негодно. Вопрос там, нахрена ты это делаешь? Тупая? Тупая, все ясно. Так, ладно, я получу в очко. Ну, типа, чем черт не шутит? Я балуюсь в очко. Сейчас буду баловаться с засранцами. Смотрите внимательно, он сейчас офигеет. Почему-то выстрел дает урон. Я не знаю, как это работает, но они там начнут сейчас все истерить и орать. Типа, кто? Кто это сделал? А я буду такой, ха-ха, смешной, ха-ха, смешной. Так, смотри, смотри. Ой, тварь! Меня спалили! Нельзя дать им меня заметить! Я уже дал, но это не важно. Все обошлось. Так, теперь нужно все сделать тихо. И разжег огонь войны. Достаю лук. Хопа. Все, мы уехали. Нас тут никогда не было и никто нас не видел никогда. О, черт, две вещи... О, палево! Так, 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 все! Ну, план отменяется. Нет, план не отменяется. Сейчас мы все сделаем, смотри. Сейчас, я прыгну ему на голову. Он даже не поймет, что я его убила. Почему я не могу мощную атаку сделать? Так, наверное, только из кустов доступно. Давай. Нифига ты страшный! Страшно я! Стреляй быстрее! Ха-ха! Глушили! Слушай, сейчас может быть ситуация неприятная, когда Евген мертв. Мы не должны до этого довести, поэтому мы используем прием. Помните, во время всех суперприемов мы неуязвимы. В этом и соль. Мне пригодится этот топор. Да, когда-нибудь буду курицу нарубать на... Буду курицу нарубать для того, чтобы делать курицу в панировке. Обязательно, обязательно топорик воспользую. Воспользую. Твою мать! Да что ж ты билупишь-то так? Слушай, просто меня трахают как тварь. Я тыкаю. Ох! Ха-ха-ха! Я всех наебал! Я всех наебал! Главное не сдохнуть сейчас. Это главное. Все, я тыкаю. Никто не найдет. Ай, быстрее! Ай, Кассандр! Ты медленная мразь! Давай! Ты видишь, никто не нашел. Ох! Так, 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 так. Помните, от кустики наш лучший друг. Никто нас не видит. Слушай, сейчас меня найдет. Ребят, ну вы так встали. Очень резко. Ай, ай, ну, надо тыкать. Давай, Кассандра! Беги! О, драка на крыше. То, что я люблю. Слушай, я раньше этим увлекался. В осенне. Я использовал, правда, пинок спартанца тогда. Это были, конечно, классные времена, когда других способностей у меня тупо не было. И поэтому пинок это было лучшее, что я мог сделать. Но мне лень сейчас его ставить, поэтому я просто тыкнул. Ребят, я так далеко залез. Вы меня в жизни не найдете. Это вообще невозможно. Мне интересно, а статуи вернутся потом на свои места? Потому что я тут еще не все сделал. Мне капитанов убить. В общем, я незаконен. Они все еще и ищут меня. Слушай, это встал так неудобно. Как ты меня запалил? Потому что я спотыкаюсь, да? Из-за этого ты меня увидел? Увидела Ирида, это баба. Все, смерть! Мне пихают, чтобы гром и молния лупят по мне. Ирида, ты все равно сдохнешь. Смерть неминуема. Если Евген нацелил орла... Что? Что за белая сущность на меня бежит? Отстань! Отстань! Не надо, я боюсь! Я серьезно немножко испугался, что это хоррор какой-то. Евисофт, пожалейте бедного плебея. Он меня не заметил, это удача! Минус один, осталось припасы сжечь и забрать все сокровища. И это последний. Главный сундук с сокровищами. Классное завершение. И... И я победил, я молодец. Да, область исследована. В приюте офигения. Я не понял, это то или нет? Ослабьте область Персифона в наследие... Постой, походу я просто так... Нет, в приюте Феррари. Это оно или нет? Приют Феррари. Да, я правильно сделаю. Или я недостаточно область ослабил. Слушай, что тебе... Ему мало, слушай. Ему мало. Что тебе еще надо? Интересно, куда меня телепортирует? Я решил добраться до Акрополя Персифоны. По-моему, это оно. Верные почитатели. Я думаю, это оно. Нет, это не совсем оно. До ОНО еще бежать. Слушай, реально, где ее Акрополь? А-а-а-а. Слушай, далеко. А это Персифона, значит. Персифона владычества царства мертвых. Владычество Асфаделевы и Луга. Я подумал, что пытаться захватить все области, это как-то, ну, нудноват, что ли, будет. И будет немножко... Немножко... Ну, мне будет интереснее немножко... Ну, сюжеточку добавить. Я вот как-то и не могу. Одну миссию то, другую миссию это. Что-то для меня это чересчур. Так что я пойду туда. Я не знаю, насколько это разумно, но я прыгнул! Not bad. Not bad. Наконец-то. Долгие часы странствий дали свое. Мы пришли к Акрополю. Ну, к телепорту. Дальше Акрополь. Посмотрим, чем это кончится. Пить уже совсем нечего, пью сок. Ммм. Ну, бывает так сидишь, играешь в интересную игру и не можешь оторваться. И готов... Но пить хочется, и ты пьешь все подряд, что будет на столе. Акрополь Персифон. Это как будто отдельная локация. Или так и есть? Ну, почти. 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 А внизу тайные казематы. Слушай, то есть вот есть верхний уровень для всех, и есть внутренний, который только для избранных. Слушай, хочу стать избранным. Давайте мы вместе сейчас становимся избранными. И проникаем туда, куда обычным смертным нельзя. Где сокровища. Где, как говорится, все добро находится. Слушай, не могу проникнуть. Так, ну. Кассандр! Тварь. Слушай, я играю просто за тварь настоящую. Давай. Не то, что я тебя хочу. Окей. Тот сундучара, который я себе приметил. Слушай, я как следует ограблю эту сучку Персифону. Все. Все ее добро мое. А тем временем... Мы сейчас аккуратненько поснимаем солдат, чтобы не было дерьма. Вот этих трогать не будем. Статуэтки. Они стоят им рельпиху на все. И пока я тут не начну бургозить сильно, они меня пощадят. Можно было сперхнуть по-спартански, но милей не нет способности. Я уже говорил. Поэтому я буду вот так вот баловаться. Потихой. Так. Ты тоже хочешь? Знаешь, царица Персифона живет вот в этой коммуналке. Ну ладно. Мы... Мы с Ферсифасой. Угу. Ну я вхожу, Персифона. Готовься. Готовь попку. Сейчас папа накажет тебя за то, что ты не отпускаешь папку погулять. Так я вначале заберусь на орлинную точку. Снова смотрим красоту. Ой, ой, ой. О, nice. Nice. Very nice. Very nice. Very nice. Ура. Да. Полигонов не хватает, но это ладно, уже привыкли. Что же, момент истины. Мы идем к Персифоне. Это, конечно, не финал игры. Вы не подумайте, что мы сейчас пройдем ее. Я чувствую большую часть времени, я сейчас буду захватывать всякие регионы. Наконец-то мне удалось рассмотреть тебя. Понятно, почему моя стража не справилась. Ну, они сражались достойно. Смертные редко встречают таких противников, как они. Видно, ты особенная. Я плещена. Давай. Спасибо, царица. В моем царстве меня зовут просто Персифоной. Условности для скучных. Так ведь говорят. Говорят слово скучных через букву Ч. Я была груба при первой встрече. Неудивительно, что ты не знаешь. Прошу простить. Церп подтвердит. Обычно кусается он, а не я. Это Цербер? Он тоже просит против меня. Как тебя зовут? Начнем сначала. И в этот раз как подобает. Я прощаюсь. Не-не, я подумаю. Я подумаю. Я буду выемваться. Я понимаю, но я хочу стать твоим другом. Все-таки это благодатный край. Здесь нет места вражде. Этот край прям прекрасен. Я Кассандра. Что ж, позволь приветствовать тебя, Кассандра. Я расскажу тебе о местных обычаях. Этот мир мой. Я знаю здесь каждый цветок, каждое лицо. Я поселила их здесь, но кое-кого тут быть не должно. Меня, что ли? Я это знаю. То есть меня. Нет. В Элизии рыскает зверь, принадлежащий Аиду. Узнаю он, что его жена украла одного из бессмертных скакунов. Быть беде. Но я ни при чем. Я бы не подошла к этим тварям, ведь это они привезли меня сюда. Меня хотят окливетать. Коня здесь быть не должно. Хм. Давай спросим. А Аиду? Вы не слишком счастливы вместе? А Гена Букин и Рыжая. Он пытался встретиться со мной, разумеется. Но чего можно ожидать от пленницы? Любви? Это лишь легенда. Думаешь, тебя хотят оклеветать? Маловероятно, что эта тварь попала сюда сама. Я должна помнить, Элизии принадлежит мне, а не всем остальным. Слушай, я что-то тупанул, бывает, сорян. Я попытаюсь найти коня. Можешь описать? Я тупанул. Поверь, ты сразу узнаешь его. Зверь не только бессмертен, он вселяет ужас в сердца. Я не боюсь коней. Где его видели в последний раз? Крики доносились из Асфоделевого сада. Он там, пугает людей. Отведи его к всаднику с мыса Артемиссион. Он отправит коня обратно в кошмар, из которого тот прискакал. Угу. Ну, тут все ясно. Надо найти коня. Чем я занимаюсь? Слушай, я думал, мы наймемся чем-то действительно важным. Я буду искать какие-то проходы куда-то. Нет, я коня буду искать. Нормально. Я буду искать украинского кинока. Посмотрим. Значит, кинок находится в храме. Вон там, очень далеко. Ммм. Приблизим этот храм. Обратите внимание. Это огромный хуй, свисающий над водопадом. Или палец. Нет, слушай, это хуй. Так, давайте еще немножко приблизим. Так, местоположение коня идентифицированное. Уничтожите факел, найдите астракон. Слушай, сейчас найду. Подожди. Что это с ними? К чему не подходить? Что такое? Что-то происходит. Так, враги. Фиксирую вражью мощь. Значит, мы будем разбираться с ними. Я еще могу. Все, остался ты один, милок. Все. Смерт. Смерт уби. Не спасет тебя божественная сила. Очень странно вообще. Зачем богам солдаты? То есть, по логике, типа... Я не знаю, просто у меня такая мысль, типа, зачем. Проникте в сад и найдите орфнея. Он же просто орфей, по-моему, а не орфней. Ну ладно, наверное, разрабы лучше знают. Тем не менее. Слушай, я, наверное, убегу. Ой. Ай-ай, все палят меня. Не палите. Ой, эй, лежать. Сидеть. Попа. Это главный, типа, у меня просто он не палит. А, это не главное, это так. Это просто парень со щитом ходить любит. И я такой, обошел его. Я такой, его обью, а тут парили. Ой, еб... Ой, еб... Оооо. Ну, слушай, он манет, он манет. Слушай. На земле-то я... В Греции я был божеством, а в Элизе здесь уже эти ребята тащат, да. Слушай, у меня со здоровьем беда, ребят. Переходим на дальний бой. На магический дальний бой. Так, так, подожди, подожди. Ты, ты, это, не балуйся ногой. Хопа, видишь? Изи. За мной гонятся все, но я не нашел способы через двери войти. Все кругом обошел, почистил. Полезем через Кришу. Криша наше все, давай. А, кстати, я удивлен, что в те времена уже была черепичная. Вопрос в том, сука, как... Как войти? Голуби. Может, это подсказка? Может, там, где срут голуби вход? Так или нет? Слушай, я не... А я не знаю все-таки, как войти. Как произвести вхождение? Просто мне уже нужно в сад проникнуть, а сад, типа, закрыт. И внутри сада кто-то есть. Вопрос в том, может, есть какое-то окно. Слушай, а может, я здесь могу войти? Просто я не знаю. Ура! Давайте рискнем. Так, нет, войти вот так нельзя. Слушай, ну это ненормально. Что пошло не так? Почему просто нету дырочки? А, постой, постой, постой. Вот оно. Кажется, я нащупал. Смотри, вот. Мы войдем через подвал. Или нет? Не, ну тут только сундук. Слушай, это не то, что нам надо. Дырка найдена. С левой стороны здания. Я внутри. Так. И где тут коня можно прятать? Это же типа здание. Как можно в здании хранить коня? Ну, я понимаю конюшни, но это чертова реально здоровая бобина здания. Мужчина, вы отдал ждать? Дай, 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 дадите мне коня. Не приближайся. Ты пугаешь коня. Он трепетное существо. Ну, он меня тоже пугает. Остальные в страхе разбираются. Слепой человек сам разберется, кто перед ним не видел естественно. Не извини. Жизнь такая тяжелая. Слепой. Я не сделаю ее легче. Я должна забрать коня. Нет. Персифона лишает меня зрения. А ты, Орфи? Мы сразу подружились. Кто такая Орфи? Я услышал ржание коня. Подошел. А он лизнул мою ладонь. А почему тебя ослепили? Персифона ослепила тебя. Она велела солдату выжечь мне глаза. Наказала меня за то, что я рассказывал другим, что думаю о ее идеальном мире. У вас тут гестапо. Я заслуживаю видеть его красоту. Он не должен находиться в Элизи. А кто должен? Этот мир хвастает совершенством. Но здесь царит обман. Жалься. Оставь коня мне. Нет. Оставь коня себе. Конь должен вернуться к Аиду. Я отдам коня Адонису. Адонису давай. Конь достанется Адонису. Пусть послужит его делу. Восстание не выдумка? Жаль, но наверное это благое дело. Прощай, Орфи. А, Орфи это он. Слушай, это Ядон меня называет. Каким-то там древнегреческим именем. Так, ну что, да? Адонису поедем. Не говори фобусом, но ты очень хорош. Так, самик Персифон находится в Лугах, а Адонис находится в Вере Минуса. Черт возьми. То есть, постой, это выборы? То есть, я могу выбрать, куда везти Кинока? Так, сейчас посмотрим. Вера Минуса это, наверное, здесь. Я прав? Да, это Вера Минуса? Да, Вера Минуса. Так, а сюда везти это привезти ей, Персифония. Твою мать. Нет, давайте я за восстание. Я хочу устроить восстание, но перед этим, естественно, сохраняю. Смотри, какой кинек скачет. Смотри, жесткий. От него даже черный дымок идет. Истинный конь. Твою мать. Я хотел красиво ехать и красиво показывать моего нового коня, но... Но он крутой новый конь, да. Мне нравится. Его по-любому дадут в награду, как указано в описании задания. Но, тем не менее, я решил его... Я решил адонису его... Слушай, я, походу, не адонису его везу. А можно как-то, не знаю, телепортироваться, что ли? Чтобы... А, можно, слушай. Все, ускоряем процесс. Так, ладно, этот трюк не работает. Красивое место у них здесь в Вере Милоско, или как называется тотаршоп, в который я попал. В общем, я решил просто орлинную точечку посмотреть. И очень кто-то удобно дерево тут вырастил для Евгена. Да. По дороге было. Да. Very nice, сказал Пьюдипай. Угу. Ну, я привез вам коня, мятежники. Больше похоже на бомжатник, ну ладно. Знаешь, мятежи делались и в более непристойных местах. И где мой контент? Я черный экран вижу. Думаю, адонису пригодится конь. Доставишь зверя к нему? Этого. Если не затопчет, отведу. Скажу, что от тебя. Не затопчет. Слушай, а может вернуться к Персифоне? Я представляю, как она будет бомбить, когда вы знаете, что я ее заклятному врагу адонису коня продал. Ну как отдал? Продал это громко сказано. Слушай, я представлю, я хочу увидеть, как она забомбится. Все получилось? Аид будет скучать по своему зверю. Я отвела к она к Саннику с мыс Артемису. Она же все знает, смысл ей врать? Блин, смысл ей врать? Я не буду врать. Я все сделала. Я попрошу своих людей заглянуть к конюху. Надеюсь, зверь не слишком напугал его. А, да, это и норм. Убираю, совсем нет. Или нет? Или да, слушай, ей норм. Не, а я уверен, она все знает, просто молчит. Она как бы сможет. То есть, постой, квест мог проигрываться и по-другому. Ну-ка, ну-ка. Это интересно. Слушай, это мне... Это захватывает. Это может быть опасно? Или нет? На минуточку я только что смотрел на трусы Кассандры. Где-то секунд 10. Все-таки Ассатин не так плохо. Раньше трусов не было. Нет, ну может они были, конечно, но... Вообще, если смотреть на это исторически, наверное, на Кассандре не должно быть трусов. То есть, я не уверен, я не берусь утверждать, но высока вероятность, что трусов быть... Слушай, это не конюх. Ты не похож на конюха? Или она, не знаю, про слепого, или про кого говорил. Черт, мне кажется, мы пропалимся. Или нет? Ну, сейчас узнаем. Садник смыса Артемиссион? Славный конь. Чистый и красивый. Как сам Элизий. Я и в прошлой жизни был конюхом. Значит, ты тот, кто мне нужен. Сделаешь мне одолжение. Какое? Так, давай договоримся. Если Персифона или ее люди спросят, скажи, что я привела тебе страшного коня. Страшного коня? Тут таких нет. А ты притворись. Что он есть? Я заплачу, если поможешь. Глупая. В Элизии нам не нужны деньги. Похоже, ты не местная. Ну, разумеется. Чтобы не стряслось, делай то, что я скажу. Почему я должен врать? Потому что иначе я выпущу твоих коней из стойла, и они ускачут в Тартер. Тебе ясно? Скажешь, что я была здесь. Ладно. Только не трогай моих коней. Черт возьми. Я устроил перепороху в раю, и я получил Арфнея. Ой, май гад. У меня теперь есть черный кин. Так, черный кинек. Сейчас, подожди. Сейчас будет черный кинек. Так, так, прогружайся. Мой конь мне уже не мил. Хочу черного. По сути, тот же Фобос, только черный. Может, мне еще броньку взять поновее? Нет, броньку у меня и так нормально. Ее прокачать надо. Так, это что за... Хранитель и создатель ключа. Показать с Гермесом. Кассандра ничего не добилась бы в Лизе без союзника. Да, то есть пока что мы топтались с вами на месте, и не нашли ни ху, вы поняли. Поэтому, вот. Мы отправимся к хранителю ключиков. Хермесу. Это, если что, сюда. Отправимся мы к нему в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. И до следующей серии, где мы будем развлекаться с Гермесом.